Моя работа наблюдать за девушкой, запертой в комнате. Финал. С 30к лайками я, конечно, обнаглел, поэтому решил выложить финал истории сразу же. И да, серия про девушку в комнате закончилась, и впредь мы будем переводить с реддит только истории, основанные на реальных событиях. Моё же мнение по поводу этой истории ты узнаешь в конце видео. Туннель продолжал расти, возвышаясь мягко и достаточно высоко, чтобы я вошёл в него без проблем. Корни дерева тянулись сквозь грязные стены, пока я углублялся. Я оглянулся и увидел, что туннель закрылся позади меня, но я не был удивлён. Путь впереди был единственным, что имело значение. Я ходил несколько часов, но никогда не чувствовал усталости или голода, никогда не беспокоился о том, что потерян, хотя понятия не имел, где нахожусь и куда иду. Тем не менее, я почувствовал прилив счастья и волнения, когда повернул за угол и увидел, что в туннеле впереди. Подойдя ближе, я понял, что это кирпичная стена, но как только я начал думать, что зашёл в тупик, стена исчезла, обнажив тёмную комнату. Я остановился на краю туннеля, глядя на пол, похожий на подвальный. Было пусто, но в свете дерева я разглядел что-то выцарапанное на полу. Это был номер два. Я почувствовал, как учащается мой пульс, вспоминая картину Рэйчел с сидениями в театре. И затем я вышел в комнату. Это был пустой подвал дома. И когда я поднялся по лестнице и открыл дверь, то увидел, что остальная часть дома тоже пуста. Не было света, но сквозь каждое окно проникал яркий солнечный свет. И я слышал, как звучали небольшие волны, омывающие пляж. Я хотел выйти и посмотреть, где я был, но я заставил себя сначала проверить дом на наличие людей или улик. Но их не было. В доме совершенно не было никаких признаков людей, кроме числа, процарапанного на полу внизу. Мой нос покалывало от солёного воздуха, когда я вышел на улицу. Дом был рядом с пляжем, и я вскоре понял, что это маленький пустынный остров. Это же дом на картине Рэйчел. Сойдя с крыльца, я не увидел никаких признаков людей, но я был не совсем один, потому что на некотором расстоянии от дома было дерево. Я знал, что это не может быть тем же деревом, что и на заброшенном участке, но в то же время я знал, что это было оно. Или, по крайней мере, другая часть того же дерева, которое сделало туннели и появилось в моём старом мире и где бы то ни было. Да, я уже не думал, что это был мой мир. Не совсем. Я мог видеть большой остров на некотором расстоянии, и там могли бы быть люди. Гостиницы и автомобили, и самолёты. Или этого не может быть, так как эти вещи могут не существовать здесь. В любом случае, моя вновь обретённая интуиция становилась сильнее. Всё вокруг меня отличалось от моего старого мира. Это не было плохо или страшно, просто по-другому. Тем не менее, после нескольких часов изучения острова и проверки дома, я начал чувствовать себя ужасно одиноким. Даже с деревом поблизости. Я решил вернуться в туннель и продолжать идти. Когда я подошёл к тому месту, подвальная стена исчезла, и я снова вошёл в туннели. Лишь спустя короткое время я нашёл вторую версию дома. Как и в первый раз, стена исчезла в подвале, но тут было далеко не пусто. Это была какая-то мастерская, полная инструментов, с которыми я не был знаком. Я посмотрел вниз и увидел 43, нацарапанное на полу. Кто это делал и почему? Я собирался осмотреть дом, на этот раз более тщательно, так как казалось, что здесь есть люди. Но потом я застыл. У кирпичной стены рядом с небольшой кучкой досок лежала кувалда. Пытаясь быть спокойным, я подкрался и поднял её, прежде чем отправиться обратно в туннель. Когда я был маленьким, папа любил охотиться, пока не ушёл в другой мир. Я никогда не ходил с ним, и не помнил большую часть того, на что он охотился, но я знаю, что у него была старая гончая, которая появилась ещё до того, как я родился. Собака любила только его. Когда Рокер, его звали Рокфеллер, чувствовал запах, он словно был в трансе. Он ходил туда-сюда, и глядя на него, казалось, что он был в припадке, и потерянный, и уверенный в одно и то же время. Но чтобы Рокер не делал, он всегда находил то, что искал. Теперь я чувствовал себя Рокером. Я двигался всё быстрее и быстрее, когда я шёл по этому туннелю. Я чувствовал, что обнаружил след, или путешествуя в воспоминаниях, которых у меня не было. Крепко сжав кувалду, я услышал нарастающий гул отдалённой музыки в моей голове. А затем он затих. Была ещё одна кирпичная стена, и когда я подошёл, она упала. Это была ещё одна подвальная комната, но это намного меньше. Там были стол, сундук с одеждой и старая металлическая кровать, которая была разрушена на части. У дальней кирпичной стены какая-то женщина использовала одну из металлических ножек кровати, чтобы разрушить стену и всё, что было за ней. Я почувствовал, как моя голова стала тяжёлой, когда я смотрел на неё сзади. Когда эта девушка повернулась, чтобы посмотреть на меня, широко раскрыв глаза от удивления и страха, я почувствовал, как кувалда выскользнула из моих рук. Я едва мог дышать, но мне удалось произнести хоть одно слово. Рэйчел? Женщина посмотрела на меня, выражение её лица было менее испуганным, но всё ещё настороженным. Она предупредила, что ножка кровати поднята, и она может пойти в ход, если что. Подожди, я тебя знаю? Это была она, и в то же время нет. Эта Рэйчел выглядела на несколько лет старше. Она была напряжённой и растерянной в данный момент. Её глаза, казалось, не утяжелялись той же тихой печалью, которую я узнал, наблюдая за другой Рэйчел всё это время. Тем не менее, я не знал, как ответить на её вопрос и не звучать жутко или безумно. Я смотрел на неё секунду, барахтаясь, когда она спросила. Вы вышли из туннеля, верно? Я кивнул, благодарный за то, что мог ответить легко. Изучая меня, она продолжила. Откуда ты? Я имею в виду перед туннелем. Я вспыхнул, пытаясь придумать правильные слова. Ну, я приехал из Техаса. Изначально я имею в виду. Она улыбнулась мне на секунду, прежде чем остановить себя и снова попытаться выглядеть серьёзной. Да, хорошо, но как ты знаешь, как работает дерево? Как ты узнал о туннеле? Как ты сюда попал? Вздохнув, я потёр голову и просто начал. Послушай, я знаю, это будет звучать безумно, но у меня была работа, чтобы наблюдать за женщиной, запертой в комнате. И эта женщина была тобой или другой твоей версией. Она попросила меня помощи, и я не мог это сделать. Затем они взяли меня, и я узнал, что она давно отправилась в другой мир, но могла видеть меня в будущем. Затем они положили в меня что-то из дерева, которое было в ней, убившее её. А затем я сбежал, потом понял, куда идти, чтобы найти дерево из картин, которые она нарисовала. И я каким-то образом знал, как правильно идти в туннелях. Я почти уверен, что туннели ведут в разные миры, и у меня есть эта кувалда. А потом я... Помолчи, стоп, чёрт побери, вдохни. Мне кажется, ты сейчас потеряешь сознание. Она снова улыбалась, и на этот раз она не пыталась это скрыть. Она посмотрела на то, что осталось от кровати, где лежала кувалда на полу. Ты сказал, что у тебя есть кувалда? Не переживай ты так, я тебе верю. Она начала бить стену этой кувалдой. Я тоже была в этих туннелях. Мой бывший парень обманом заставил меня переехать сюда, чтобы потом привязать меня к дереву. Она со злобой колотила стену. Но он не привязал меня к дереву буквально. Я просто не могла уйти или как-то так. Я действительно не понимаю всего. Это всё довольно странно и запутанно. Она продолжала сражаться с кирпичами. Ну что я понимаю, так это то, что мерзавец замуровал меня здесь. Сначала я подумала, что со временем смогу просто разрушить стену. Но нет. Он хорошо постарался, чтобы у меня ничего не получилось. Добрый старый Фил. Или Джастин. Или как его ещё зовут. В основном я думаю о нём как о мерзавце. И моё мнение не изменится. Я подошёл и положил руку на кувалду. Позволь мне сделать это. Мы можем по очереди. Мы очень много били кувалдой по кирпичам. И нам понадобилось ещё больше времени, прежде чем на стене появилась большая трещина. Я хотел просто продолжать смотреть на неё, чтобы она поговорила со мной ещё немного. Как долго ты здесь? Рэйчел нахмурилась. Трудно сказать наверняка, но я думаю около восьми месяцев. Я снова опустил молот и мои глаза расширились. Как ты выживала всё это время? Рэйчел стала ещё угрюмее. Это дерево. Оно помогает мне выживать. Я просто погружаюсь в туннель каждый день, после чего не чувствую голода или жажды. Мне становится намного легче. Тогда мне в голову пришла мысль. Почему ты не сбежала через туннели? Она быстро покачала головой. Мне было достаточно видеть другие миры. Некоторые из них не так хороши. Поэтому сейчас я больше не хочу быть привязанной к дереву. Я просто хочу уйти отсюда в свой мир. И тогда я попытаюсь выяснить, как избавиться от своей связи с деревом навсегда. Рэйчел пожала плечами. Я сделала бы это в конце концов с помощью этой кровати. Но кто знает, сколько времени это заняло бы. Она снова улыбнулась. Я очень рада, что ты пришёл на помощь и принёс с собой кувалду. Вернув ей улыбку, я кивнул, снова подняв молоток. Я тоже. Мы оба истекали от пота, когда наконец появилась огромная дыра в стене. Рэйчел сказала мне, она думала, что её бывший парень давно исчез. Но она не уверена. Поэтому мы должны быть осторожны. Дом был украшен, но тих. И мы никого не увидели, когда подошли к входной двери и открыли её. Снаружи солнце взошло в новый день. И когда мы вышли на крыльцо, я немного подпрыгнул, когда Рэйчел взяла мою руку и сжала её. Я посмотрел на неё. Я не смог помочь другой Рэйчел, но, возможно, это никогда не имело значения. Потому что я думал, что теперь она могла видеть больше, чем просто другие места или будущее. Она смогла заглянуть в другие миры и возможности. Как этот. Где другая версия её была поймана в ловушку и нуждалась в помощи. Место, где на меня не охотятся, и она может быть свободной. В конце концов, даже когда она знала, что умирает, Рэйчел решила помочь нам быть вместе и счастливыми. Утреннее солнце рисовало красивые краски на лице Рэйчел. И, глядя в её глаза, я увидел, насколько она похожа на женщину, за которой я наблюдал. Заботился и пытался спасти. Женщина, которая, в конце концов, спасла меня вместо этого. Я хотел рассказать Рэйчел так много вещей, задать ей так много вопросов. Но всё, что могло случиться, будет позже. Сжав её руку, я пошёл с ней подальше от дома. Пока этого было достаточно. Самые частые вопросы в комментах на Reddit после финала. Он умер или нет? И да, и нет. Для своего мира он лишился жизни, но обрёл её в новом мире. Жива ли настоящая Рэйчел? Нет, к сожалению. Она понимала, что у Томаса не было даже возможности спасти её, но хотела, чтобы он спас другую Рэйчел из другого мира. Честно, в начале история меня захватила, и я читал её частями, как и вы. Но когда стали появляться откровенные выдумки, я также расстроился, но прекращать переводить было уже поздно. Да, и финал меня не особо порадовал. Поэтому выбирать истории в будущем будем более основательно и без элементов фантастики. А вот топ-теория финала от Алины. Ля, в начале такая интересная история была, а сейчас полная херня. А если хочешь реальные истории, тогда переходи на цикл наших видео «Пропавшие без вести». Там все истории основаны на реальных событиях и из уст профессионала, который работает в поисково-спасательной службе.